Я стоял возле окошка и наблюдал, как около подъезда суетятся грузчики. Рядом с ними бегала при неприятнейшего вида старушка, явно за 70 и отчаянно жестикулировала, явно давала какие-то указания. Судя по недовольным лицам работников, что были чернее тучи, они с трудом сдерживались от желания послать ее подальше. Но, как говорится, клиент всегда прав, таковы жизненные реалии, пусть даже они и несправедливы. Отойдя от окна, я занялся домашними делами, а когда спустя примерно полчаса вышел на балкон, он у меня выходил как раз на ту сторону подъезда. Увидел, как та самая старушка стоит в окружении вещей и беспомощно крутит головой по сторонам. Я по натуре человек не злой и в таких ситуациях стараюсь людям помогать, не ожидая благодарности взамен. Альтруизм в чистом виде, как он есть. В конце концов, если эта престарелая дама не понравилась мне внешне, еще не значит, что она плохой человек. Быстренько, напялив рабочие шорты и старую майку, я вышел на улицу. Кстати, скорее всего, эта особа должна стать моей новой соседкой. С чего такие выводы? Да все просто. В этом доме я живу давно и точно знаю, что все квартиры в нем заняты, кроме соседской. Как-то так вышло, что никто там подолгу не задерживался, хотя квартира хорошая, трехкомнатная, с весьма приличным метражом. Так что я здраво рассудил, что помощь в переносе вещей поможет наладить будущие отношения и сделать их добрососедскими. Когда я вышел, старушка уже сидела на лавочке, отстраненно глядя куда-то вдаль. Вблизи она смотрела еще более жутко, нежели из окна. Достаточно представить себе эдакий гибрид Бабу Яги из сказок и древней ведьмы из голливудских фильмов ужасов, чтобы получить полное представление о ее внешности. Я даже как-то несколько оробил, когда оказался рядом с ней. Здравствуйте, бабуль! Я все же осмелился и поздоровался. Я так понимаю, вы моя новая соседка? Вам, может, помощь нужна? А то я смотрю, сидите здесь, ждете чего-то. Неизвестно, когда эти грузчики назад вернутся. Тебе какого ляда здесь нужно? Старушка так стремительно повернулась ко мне, что я едва не отскочил от неожиданности. Я тебя сюда не звала, так что проваливай по добру по здорову. Ишь, помощник нашелся тут. Сначала помогаете, а потом я чего-то из антиквариата недосчитаюсь. Так ты имей в виду, я тебя-то за решетку быстро пристрою. Ну зачем вы так, бабуль? Я опешил от такого хамского напора, но ситуацию решил не обострять. Я ведь из добрых побуждений помочь хотел, не за деньги. Побуждалка еще не выросла, сопляк. Старуха смачно пленула мне под ноги. Хорошо еще, что не на тапке. Сказала же, проваливай, покуда цел. Мне твоя помощь без надобности. Расстройство одно. В растерянности я отошел подальше к соседскому подъезду, закурил. Выпуская густой, терпкий дым, задумался. Вот и как после такого помогать людям, если тебя буквально в грязь втоптать готовы? А самое обидное, что ты ей ответить ничего не можешь. Не станешь же пререкаться с пожилым человеком. Вдруг настроения у нее нет или случилось что-то. Да тот же старческий маразм, наконец. Другое дело, что пока не начнешь общаться, ты не сможешь понять, стоит ли связываться с человеком, или же лучше заранее обходить его за три километра. Господи, где же это я так согрешил, что это создание будет моей будущей соседкой? Оставался, конечно, мизерный шанс, что ее тут по ошибке высадили, но верилось в это с трудом. Выбросив окурок в мусорку, я бычком постарался прошмыгнуть мимо неприятной бабки, чтобы лишний раз не нарваться на грубость. Та скосила на меня глаза. Крохотные, злые, с красными прожилками сосудов. Конкретно мне ничего говорить не стало, но себе под нос что-то бубнило. Мимолетного знакомства вполне хватило для того, чтобы понять, ничего хорошего бабка точно сказать не могла. Скорее уж мысленно меня четвертовала, сожгла, а прах развеяла по ветру. Да и черт бы с ней, я все равно большую часть времени провожу на работе, а старухе, надеюсь, недолго осталось. Да, понимаю, что грешно так говорить, но уж извините. Сон назевая, я закрыл дверь на ключ. Вот всегда сплю до последнего и всегда не высыпаюсь. По дороге на работу такое чувство, что рот порвется, да и ложусь поздно, привычка такая. «Доброе утро!» Мелодичный женский голос раздался за спиной, как гром среди ясного неба. «Вот что ж вы меня пугаете второй день подряд?» Я готов был поспорить на что угодно, но еще несколько секунд назад на лестничной клетке никого не было. Я в гордом одиночестве вставлял ключ в замок. «И вам того же!» Буркнул я, оборачиваясь. Девушка, на вид чуть больше двадцати, миленькая, рыжая, но без веснушек, с яркими зелеными глазами. А одета просто. Черные джинсы, плотно обтягивающие красивую фигуру, футболка с изображением какой-то зарубежной рок-группы. Первоначальное впечатление довольно приятное. Интересно, а откуда сие явление взялось? Она будто прочитала мои мысли, поспешила пояснить. «Я ваша новая соседка, Соня. А как вас зовут?» «Дима», – выдавил из себя я. А мозг лихорадочно попытался понять, откуда все же она появилась. И куда подевалась та страшная старуха. Между прочим, я не помню, чтобы вчера вещи заносили в квартиру, а на улице, к слову, я их сегодня не наблюдал. Телепортировалась за ночь? Очень сомнительно. «Вы, наверное, уже успели познакомиться с моей бабушкой?» «Имел честь». Опять пробурчал я, думая, сколько еще могу с ней проговорить, прежде чем мне прилетит выговор за опоздание. «Ой, вы, наверное, опаздываете, а я вас тут отвлекаю?» Спохватилась Соня. «Мысли она читает, что ли?» «Вы бабушку извините, если что. Она вообще у меня хорошая, но иногда бывает со странностями. Сами понимаете, возраст, все такое». «Понимаю», – ответил я, хотя ровным счетом не понимал ничего. «И давай без этого твоего выкань я. Соседи все же». «Хорошо». Она лучезарно улыбнулась. «Может, заглянешь тогда вечером на чай? Посидим, поболтаем по-соседски». «Возражать не стану». Я попытался улыбнуться в ответ, но, как мне кажется, получилось плоховато. «Ничего, сойдет для сельской местности, как говорится». «Тогда до вечера». Она еще раз улыбнулась и упорхнула в свою квартиру, едва приоткрыв дверь. Я еще примерно с минуту постоял, почесывая затылок и пытаясь сообразить хоть что-то, но так ни к чему и не пришел. Вечером после работы я заглянул в ближайший продуктовый, и те в гости с пустыми руками казалось как-то неправильно. Сперва собирался купить коробку конфет, но подумал, что конфеты – это больше для свидания, что ли, подходит. В итоге остановил свой выбор на тортике. На мой взгляд, самый оптимальный вариант и подходит на любой случай жизни. Когда подходил к своему дому, увидел, что из окна соседской квартиры льется желтовато-зеленый свет, очень похожий на северное сияние. Интересный у них должно быть ночник. Или лампы такие. Но не поспоришь, красиво. На фоне обычных желтых или белых окон смотрится довольно эффектно и необычно. Возле соседской двери я внезапно как-то оробел. Кажется, протяни руку и нажми кнопку звонка, но что-то останавливает, заставляет оттягивать этот момент. Может, ну его, эти посиделки? Тортик я и дома могу съесть. Нет, раз обещал, значит, нужно держать данное слово. Собравшись с духом, я вдавил кнопку. За дверью раздалась переливчатая от рель звонка. Долгое время не открывали. Я уже начал подумывать, позвонить еще раз или все-таки отправиться во своясе. Как вдруг за дверью зазвучали шаркающие шаги. Я чуть была не взвела от досады. В глубине души я надеялся, что скучная старуха уже десятый сон будет видеть к тому времени и получится спокойно немного посидеть с Соней. Увы, бдительный часовой явно не собирался оставлять меня наедине с внучкой. Хотя, ни о чем непотребном я даже и не думал. Щелкнул входной замок, дверь слегка приоткрылась. В образовавшейся щели загорелись два зеленых глаза. Блеснула белоснежная улыбка. И почти сразу же дверь открылась нараспашку. Это была Соня. Я растерянно смотрел на девушку. Я отчетливо слышал старческие шаги. Да и, к слову, только старый человек может идти до входной двери целую вечность. С другой стороны, вчера бабулька выглядела довольно бодро. А Соня? Не знаю, возможно, была чем-то занята. К примеру, на кухне хлопотала или еще что-нибудь в этом роде. Привет! Она так искренне обрадовалась моему приходу, что я даже немного стушевался. Ты все же пришел? Молодец! Я, честно признаться, думала, что ты не решишься. А согласился просто так, из вежливости. Ой, какой тортик красивый! Заходи быстрее, будем сейчас чай пить. Или ты кофе предпочтешь? А бабушке нет, ты не волнуйся, нам никто мешать не будет. Она в деревню на несколько дней уехала. К такому потоку информации я готов не был. Девушка болтала безумолку, пока я раздевался и передавал ей торт. Даже если бы и очень хотелось ставить хоть одно слово, то не вышло бы. Людей с такой бурной жизненной энергией я встречал крайне редко. Соня проводила меня в зал, а сама умчалась на кухню. Откуда же спустя несколько секунд раздалось дребезжание посуды? Я осмотрелся. Довольно странная обстановка оказалась в этой квартире. Создавалось впечатление, что сюда свезли все, что было на предыдущем месте жительства. Особо не разбираясь, нужно оно или нет. И впишется ли вообще в новый интерьер. Например, рядом с вполне современным и большим плазменным телевизором по обе стороны стояли два витиеватых старинных подсвечника. На полках красуются причудливые гирлянды или фарфоровые фигурки. Присмотревшись, я решил, что они скорее страшные, нежели причудливые. Чем-то они напоминали фигурки детей, но изуродованные. У кого-то не было рук, у кого-то ног или глаз. Какие-то были и вовсе без головы, а тела настолько перекручены, что человеческого в них оставалось мало. На стенках в перемешку с картинами жутко скалились то ли африканские, то ли индийские маски. От одного взгляда, на которых дрожь шла по всему телу. Любопытно, а когда они успели собрать всю мебель и навести порядок? Ночью? Или за сегодняшний день, пока я был на работе? Я по себе знаю, что такое переезд. Как минимум неделю ты живешь на баулах и чемоданах, разбирая их по мере надобности. А тут все выглядело так, будто жильцы обосновались в квартире давно и прочно. Кстати, в комнате висела обычная люстра. Да, с энергосберегающими лампочками, но никакого желто-зеленого цвета они дать в принципе не могли. Чтобы хоть немного отвлечься от терзающих душу неприятных подозрений, я принялся разглядывать книжный шкаф. Коллекция книг здесь была собрана богатейшая. От полного собрания сочинений зарубежных и наших классиков до современной прозы. Одна книга особенно привлекла внимание. Это был массивный фолиан с кожаным переплетом и металлическими уголками. Я и сам не заметил, как потянулся к книге. Но едва я дотронулся кончиками пальцев до переплета, как со стороны дверей раздался дикий крик. «Не трогай! Убери от нее руки!» Я нервно дернулся. «Нет, с этими соседями я точно скоро начну заикаться!» На пороге комнаты стояла Соня. Волосы растрепаны, крылья носа раздуваются от тяжелого дыхания. Глаза горят яростью и ненавистью. Я отметил, что зеленого в них было мало. Такая же сетка кровеносных сосудов, как и у ее бабки, что делало их скорее красными. «Извини». Голос девушки сразу стал прежним, спокойным и мелодичным. «Это очень старая книга, 17 век. Она передается в нашей семье из поколения в поколение, как семейная реликвия. И она требует особого обращения. Это тебе еще повезло, что бабушка не увидела. Одним криком ты бы уж точно не отделался. Поверь!» Она непринужденно рассмеялась. Мне как-то было уже не до смеха. Угораздило же иметь таких соседей. Психи какие-то, что бабушка, что внучка. Ни чая, ни кофе тоже уже не хотелось. Но отказываться было невежливо, раз уж пришел. Поэтому я просто сидел рядом с ней на кухне, пил чай с тортом, совершенно не ощущая вкуса. Соня трещала безумолко обо всем на свете. Я же в основном слушал, иногда добавляя несколько слов и кивал головой. Часто даже не в попад. Спустя час-полтора я решил, что пора бы и честь знать. Погостили, поговорили, а работу еще никто не отменял. И очень хотелось выспаться. На лице девушки я прочел искреннее разочарование от того, что вечер заканчивается, но мне уже было все равно. Попрощавшись, я ушел к себе. На следующий день наш двор всколыхнула новость. Пропала девочка-подросток из соседнего подъезда. Девочка была круглой отличницей. Никогда не ходила далеко без спроса и всегда предупреждала родителей, если вдруг задерживалась. Обзвонили всех ее одноклассников. Никто ничего не знал. Учителя в школе в один голос твердили, что девочка после школы отправилась домой. Но так и не пришла. Организовали поиск, что называется всем миром. Даже те, кто был на работе, отпросились пораньше. Я тоже отпросился вместе со всеми. Между делом решил привлечь и Соню, но дверь никто не открыл. Хотя мне показалось, что из-за шторы в окне я видел ее лицо. Ладно, не хочет помогать. Это ее личное дело. Спустя несколько часов девочку все же нашли в самом дальнем конце парка. Вернее, то, что от нее осталось. И почти сразу же возник вопрос. Кто мог сотворить такое, тем более в нашем почти спокойном районе? Я вообще с трудом сдерживал рвотные позывы, несмотря на то, что слабонервным и впечатлительным особо никогда не был. Тело девочки висело на могучей старой липе и представляло собой обрубок, лишенный конечностей и изуродованный практически до неузнаваемости. Нашли бедолагу я и наш участковый, Олег, с которым я дружил очень давно. Олег позвонил своим, сообщил о страшной находке и вскоре место оказалось полностью отцеплено. Нас попросили удалиться, чтобы не затоптать улики. Если таковые будут иметь место. Олег, правда, успел мне показать маленькую фигурку, которую подобрал под деревом. То ли разбитую, то ли просто недоделанную. Видел когда-нибудь что-то похожее? Что-то не припоминаю. Уродец какой-то. Честно признался я. Вот только этот уродец? Он замолчал, потом махнул рукой. Неважно. Спасибо, что помог. Дальше мы уже сами. Я пожал ему на прощание руку. О том, что я уже видел похожую фигурку, я в тот момент позабыл напрочь. У подъезда на одной лавочке сидели несколько мужичков. Нервно курили, что-то бурно обсуждали. На соседние злобно поблескивала глазами бабушка Сони. Внимательно прислушивалась к разговору. Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы понять, о чем разговаривают мужики. Весть о зверском убийстве девочки уже облетела весь район. Можно было не сомневаться. И эта тема еще будет долго будоражить умы жителей, заставляя даже самых вежливых и уравновешенных в сердцах ругаться матом. Тот, кто совершил это, не вправе называться человеком. Даже животным его не назовешь, потому что зверь никогда не сделает такого. Это явно какой-то псих, начисто лишенный всего человеческого. Я немного постоял вместе с мужиками, изредка косясь на противную старуху. Та совершала какие-то странные пасы руками и что-то шептала себе под нос. Я как ни старался, ни слова разобрать и не смог. Наконец, она закончила свои нелепые кривляния, уставилась прямо на нас. Как по мне, так пусть бы они все передохли. И чем скорее, тем лучше. Мать, ты что за фигню несешь? Возмутился Сан Саныч, мужик с четвертого этажа. Это же ребенок, а не уголовник какой. Была б я твоей матерью, я б тебя еще в детстве удавила. Огрызнулась бабка. А разницы никакой нет, что этот ребенок, что уголовник. Не молодежь нынче пошла, а погонь сплошная. Таких и не жалко. Сами во всем виноваты. А что ты понимаешь, карга старая? Саныч быстро рванулся к старухе, но остальные его удержали. Стали увещевать, что, мол, нечего со старой маразматичкой связываться. Та как-то гаденька захихикала, метнулась в сторону подъезда с неестественной для ее возраста прытью. Сам же скоро сдохнешь, помяни мое слово, и месяца не пройдет. Сожрет тебя болезнь. Прошамкала она, стоя уже за дверью, которую и поспешила захлопнуть как можно скорее, чтобы не нарваться на праведный гнев. Мы еще долго успокаивали Саныча. Тот разошелся не на шутку, и все порывался пойти поговорить со старой маразматичкой. В конце концов, после нескольких выкуренных сигарет, он как-то сник, признал, что погорячился и отправился к себе домой. Спустя несколько минут разбрелись и все остальные в самом, что ни на есть противном расположении духа. Через пару дней были похороны. Девочку похоронили в закрытом гробу. Траурная процессия медленно двигалась в сторону кладбища. Я наблюдал за ней из окна. Участие принимать не стал. С детства не люблю такие мероприятия. Прямо колотить начинает. Но и из окна я мог видеть, насколько убиты горем родители девочки. Позади печального шествия я уже без удивления рассмотрел идущую соседку. Чего эту бабку вообще туда понесло? У подъезда она, мягко говоря, весьма грубо отозвалась о подростках, а тут решила проводить в последний путь. Или хочет убедиться, что девочку наверняка похоронят. С нее, в принципе, не станет. Вообще непонятно, что творится у нее в голове. Сказать, что эта старуха странная, это ничего не сказать. Вот и сейчас, шевелит руками, чувство создается такое, будто она что-то невидимое разрывает на куски. Рвет и кромсает. Неприятное зрелище. Чтобы как-то отвлечься от неприятных мыслей, я сходил в магазин, немного побродил по городу, а ближе к вечеру удобно устроился в кровати. Посмотрел несколько комедийных фильмов. После чего благополучно уснул. Проснулся я посреди ночи от ощущения тяжести в груди. Открыв глаза, я некоторое время пытался сориентироваться после сна. А когда мне это удалось, я едва не закричал. На моей груди лежала Соня. Первой мыслью было, что я не закрыл дверь. Второй, какого рожна она здесь делает посреди ночи? Приступ лунатизма? Ну да, такой, что она из своей квартиры пришла в мою и устроилась прямо на мне. Это еще постараться нужно. Хотя, о лунатиках я знал крайне мало. Вполне вероятно, что для них это в порядке вещей. Я попытался отстраниться и оттолкнуть девушку от себя. Та резко вскинула голову, уставилась на меня. Глаза, два темных провала на лице, две бездны, из которых невозможно выбраться. Неспеша она поднялась и какой-то дергающейся походкой стала пятиться назад, не отводя от меня своего страшного взгляда. Едва она исчезла из вида, как я потерял сознание. Наутро я проснулся разбитым, жутко болела голова, во рту сухость, как после хорошей гулянки. Выпив пару таблеток обезболивающего и заварив крепчайшего кофе, это обычно тоже помогало. Я устало опустился в кресло, стараясь даже не шевелить головой, пока не подействуют таблетки. И увидел на прикроватной тумбочке предмет, которого в моей комнате быть в принципе не могло. Уродливая фигурка ребенка, но начисто лишенная головы. Меня передернуло от отвращения. А откуда она здесь взялась? Память услужливо подсунула момент вчерашнего чаепития у соседей. А я стою и рассматриваю жуткие статуэтки на полках. Соседи. А опять соседи! Как-то слишком много стало их последнее время в моей жизни. Забыв о головной боли, я быстро оделся и выскочил на лестничную площадку. Странно, дверь к старухе была приоткрыта. Тоже забыла закрыть? Или это Соня куда-то быстро выскочила и на дверь не обратила внимания? Тем не менее, я позвонил в звонок. Тишина. Возможно, спят. Или же что-то случилось. Решив, что в случае моего обнаружения вторая причина будет достойным объяснением, я вошел внутрь. Да, с момента моего первого и последнего визита здесь все очень сильно поменялось. Словно не здесь я был в гостях относительно недавно. Потрескавшийся потолок, висящие куски обоев на стенах, всюду грязь, мусор, следы, копоти, ни малейшего намека на мебель. Я воровато прошмыгнул в комнату, где должны были находиться статуэтки и маски. Они действительно оказались на своих местах. Полки никуда не исчезли, равносильно, как и книги. Вот только если мне не изменяет память, фигурок должно быть немного больше. Я подошел чуть ближе. Точно, среди слоя пыли отчетливо выделялись более темные пятна. Места, где стояли еще эти изувеченные фигуры. Не хватало трех. Я начал лихорадочно соображать. Одну нашли в парке, вторая обнаружилась у меня. Тогда почему нет трех? Или же я себе навыдумывал бог весь чего, а сейчас строю из себя великого сыщика? Может быть. Рука, как и в прошлый раз, потянулась к дверному фолианту. Но едва я дотронулся до него, то чуть не зашипел. Пальцы обожгло, будто огнем. А дернув руку, я принялся дуть на пальцы. Точно. Кожа покрылась маленькими волдырями, как если бы я приложился к чему-то горячему. Все, нужно было уходить. Нечего здесь делать. Но на свою беду я заметил желто-зеленое свечение из-под двери дальней комнаты. Любопытство взяло верх. Стараясь не издавать лишних звуков, я начал открывать дверь. Та предательски скрипнула. Я затаил дыхание, но все было спокойно. Тогда я заглянул в образовавшуюся щель. Дальше открывать не рискнул. Мало ли что. В лицо пахнуло сыростью и плесенью. Совершенно пустая комната, залитое тем самым странным светом. Причем его источников я не видел. Он возникал словно из ниоткуда, заполняя собой все пространство. Лишь в самом центре находилась большая кровать с балдахином, над которой парило обнаженное тело. Сперва я подумал, что это старуха. Спустя мгновение понял, что ошибся. Это была Соня. Я моргнул, и снова старуха. Тело меняло очертания, купалось в лучах света, трансформируясь то в дряхлую бабку, то в молодую, полную сил девушку. Я потер глаза кулаками, но сюрреалистичное видение и не думала исчезать. Помимо всего прочего, воздух начал как-то густеть, температура в помещении стремительно поднималась. Ну его к черту, обойдусь я и без этих игр в детектива. В конце концов, меньше знаешь, крепче спишь. Спустя еще пару дней, беда снова посетила наш район. Еще одно исчезновение. И тоже девочка-подросток. Почему-то все уже ожидали чего-то самого плохого. Видимо, прошлый случай не давал никому покоя. Дурные предчувствия не обманули. Только на этот раз девочку обнаружили в подвале дома через два квартала от нашего. Сам я лично не видел тело, но Олег рассказал по дружбе, что это было нечто ужасное. Представьте, что вы выжимаете тряпку и так и оставляете ее в скрученном положении. Точно так же выглядела и та девочка. На мой вопрос, не нашли ли что-нибудь странное или подозрительное, Олег сказал, что ничего, кроме небольшой фигурки, не оказалось. Потом, потом все стало хуже. Тела находились с периодичностью в три-четыре дня. И все они, как одно, были изуродованы до неузнаваемости. Возле каждого тела всегда где-то поблизости лежала треклятая статуэтка. Все люди вокруг ходили злые, запуганные. Особенно переживали те, у кого были дочери подросткового возраста. Только старуха-соседка сидела по вечерам на лавочке с довольным видом, но все равно что-то шептала себе под нос, иногда выкрикивая проклятие и нецензурную ругань в адрес нынешней молодежи. Казалось, что еще немного и ее саму пристукнуть чем-нибудь по голове. Благо, народ оказался здравомыслящий и бабку считали обычной юродивой. Но нервы у всех были взвинчены до предела. После пятого или шестого жестокого убийства я как-то проснулся посреди ночи от того, что чувствовал нечто липкое на своих щеках. Щелкнув выключателем ночника, я поднес ладони к лицу. Кровь! Все мои ладони были в крови. Кроме того, вся подушка тоже оказалась измазана кровью. Первой мыслью было, что у меня носом пошла кровь. Я провел по нему тыльной стороной ладони, но та оказалась чистой. Значит, не из носа. Я завертел головой, пытаясь отыскать еще возможные следы на постели, но вместо этого нашел семь страшных статуэток, с которых медленно стекали на тумбочку капли крови. Скрипнула входная дверь. Вот этого точно не может быть! Я отчетливо помнил, что я ее закрывал. Шарх, шарх. Так двигаются только старики. Я вжался в подушку, глядя на деревянный проем. Через бесконечно долгую минуту на пороге моей квартиры появилась та самая чертова бабка! В руках она держала уже знакомый мне фолиант. Испугался! Проскрепила она. Зря боишься, ты ведь мой суженый, мой помощник и моя правая рука. Ну, чего притих, как мышь под метлой? А я ничего не мог ответить. Да и что тут скажешь? Сбриндившая старуха как-то попала ко мне ночью в комнату, для чего-то прихватив с собой еще более древнюю, чем она сама книгу и сейчас несет откровенный бред душевно больного. Я только и мог, что молчать да глазами хлопать. Боишься все же бабушку? Разочарованно вздохнула она и щелкнула пальцами. Мгновение и вместо полоумной пенсионерки передо мной стояла Соня, обнаженная. Я сглотнул слюну. Что здесь вообще происходит? Что вам тебе нужно? Я все же нашел в себе силу выдавить пару слов. Мне нужен ты. Соня хитро улыбнулась. Да ты так мой. Осталось уже недолго. Помнишь, ты обжег пальцы об эту книгу? Да да, я все прекрасно знаю. Тем самым ты уже отдал мне часть себя. И руки. Посмотри на свои руки. Они все в крови. Ты же плохо спал в последнее время. Я права? Тебя мучили настолько реалистичные кошмары, что их можно было принять за действительность. Но тебе же и не вдомек, что для тебя это было сном, а тех девочек тоже сном, но вечным. Мучительным и вечным. Мне нужны эти подростки, чтобы поддерживать свою жизнь. Несколько жизней в обмен на вечную молодость и могущество. Мне кажется, хорошая цена. И теперь и ты станешь моим верным слугой, исполнителем, любовником. Всем вместе. Сейчас же осталось самую малость завершить начатый тобою по случайности обряд. И уже после следующего полнолуния ты полностью будешь принадлежать мне. Она выключила свет. В темноте можно было различить лишь легкое мерцание, исходящее от древней книги. В ночной тишине зазвучали слова давно умершего языка, лишая меня всего человеческого и превращая в будущее слепое орудие в руках богомерзкой старухи. Ну что ж друзья, наш главный герой думал, что к нему заселилась милая девушка со своей бабулей, а это оказался чупа-чуп с два в одном. И бабуля его руками делала все вот эти вот кровавые действия. Надеюсь, вам история понравилась так же, как и мне. Не забывайте подписываться, если любите слушать страшные истории. Как и всегда, не прощаемся, услышимся в следующей интересной истории.